Освободят под россиян в связи с ожидающимся кризисом в строительной отрасли. В Министерстве труда разработали законопроект, согласно которому количество иностранных мигрантов не должно превышать определенный процент от общего числа персонала. Подробнее об этом, а также о других законодательных инициативах в обзорном материале программы. Ограничить число иностранных рабочих на стройках. По предложению Минтруда, количество мигрантов, задействованных в строительной отрасли России, не должно превышать 65% от общей численности сотрудников. Ведомстве считают, что сокращение инвестиций в строительство повлечет снижение спроса на иностранную рабочую силу. Кроме того, в 2016 году ожидается падение объемов строительства, что также повлечет за собой перераспределение персонала и сокращение потребностей в мигрантах. Такие меры будут приняты во многих других отраслях. Так, в розничной торговле напитками число иностранцев не должно превышать 15%, в сфере выращивания овощей – 25%, на автомобильном, грузовом транспорте и сухопутном пассажирском – 35% от общей численности персонала. Законопроект вступит в силу уже в ноябре 2015 года. Оснастить заправки фискальными счетчиками – с такой просьбой обратились общественники в Министерство финансов России. Они считают, что заправочные станции стали чаще обманывать автомобилистов, не доливая бензин. На сэкономленном топливе владельцы бензоколонок могут зарабатывать до 300 миллиардов рублей в год, а вот доказать факт обмана очень сложно, считают общественники. Сейчас схема махинации осуществляется на уровне программного обеспечения. Так, заказав 20 литров бензина, в бак автомобиля попадет всего лишь 18 литров. Хотя на панели бензоколонки и в чеке показано 20. Оборудовав все колонки фискальными счетчиками, устройство будет запоминать, сколько литров залито при заправке конкретного автомобиля. После операции будет напечатан фискальный чек для водителя с указанием количества топлива. Ипотека на квартиры в старых домах станет дешевле. Об этом заявили представители департамента жилищной политики Министерства строительства России. Так, льготный кредит в 12 и менее процентов можно будет взять не только при покупке квартиры в новостройке, но и при приобретении вторичного жилья. Напомним, с 1 марта 2015 года в России действует государственная программа субсидирования ипотечной ставки для квартир в новостройках. Если в прошлом году средний размер ее был 12,5%, то сейчас россияне могут взять ипотеку под 9,9% годовых.